В 2012 году Дрейк выпустил песню под названием «Мотто», но большинство людей помнят из нее Йолу. Йола говорит вам жить моментом, наслаждаться жизнью, которая у вас есть сегодня, и не слишком беспокоиться о завтрашнем дне. Ведь в конце концов, один раз живем, да? Хотя Дрейк, безусловно, популяризировал этот девиз, он был не первым, кто высказал это, и уж точно не он первым придумал идею наслаждаться сегодняшним днем и получать удовольствие, не заботясь о завтрашнем дне. Эта идея существует с IV века до н.э. в виде того, что философы называют гедонизмом. Гедонизм – это школа мысли, созданная Аристипом Искоренеей, учеником Сократа. Гедонизм – это идея о том, что конечной целью всех наших действий в жизни является стремление к удовольствию и избегание боли. Аристип считал, что единственным курсом, которого стоит придерживаться, является тот, который в конечном итоге принесет вам удовольствие. И на протяжении всей своей истории люди немало в этом преуспели, придумывая сотни и даже тысячи разных способов это самое удовольствие получить. Мы можем получать удовольствие от вкусной еды, объятия с любимыми, наблюдением за закатом, или просто наслаждаясь великолепным видом дебетовой карты Тинькофф с новым космическим дизайном от Лэйзи Сквейр. Но и это еще не все, ведь кроме визуального наслаждения, вы также получите удовольствие от кэшбэка до 15% на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц, от дохода до 7% годовых на остаток, от кэшбэка до 30% при совершении покупок у партнеров, причем список этот постоянно обновляется, от кэшбэка настоящими рублями, от бесплатных переводов с карты на карты и по номеру телефона, а также от того, что наличные можно снимать в банкоматах бесплатно. И это щедрое предложение не вечное, поэтому переходи по ссылке в описании, чтобы получить космическую карту Тинькофф Блэк с бесплатным обслуживанием. В современном обществе нас учат, что путь к успеху это страдание сегодня и наслаждение завтра. После окончания колледжа или универа нас призывают найти работу и упорно трудиться с 9 до 5, жить скромно, откладывать как можно больше и все это, чтобы через 50 лет наслаждаться пенсией. Аристип не верил ни во что из этого, даже если бы он знал про схему с работой и пенсией. Он не верил в идею отложенного удовлетворения и всегда выступал за то, чтобы люди просто получали удовольствие сейчас от того, что есть и доступно. Он был полностью против идеи страдания в настоящем для того, чтобы получить что-то, что может доставить удовольствие только в будущем, потом. Так, например, вместо того, чтобы советовать студентам колледжа усердно готовиться к экзаменам, чтобы после учебы найти хорошую работу, Аристип призывал бы их к братству, выпивке и пышным вечеринкам. Потому что это те удовольствия, которые им легко доступны сейчас. С одной стороны, его можно счесть глупым и лишенным дальновидности. Ведь, в конце концов, если растратить все, что у тебя есть на сегодняшнее удовольствие, то быстро закончатся ресурсы, и все эти удовольствия превратятся в боль. От людей, потерявших все, что у них было из-за наркотической зависимости, до людей, живущих в нищете из-за собственной лени, это наглядные результаты того, что будет, если увлекаться именно сиюминутным удовольствием. Но, с другой стороны, в этой школе мыслей есть своя мудрость, потому что, если подумать, то реально, никому не гарантирован завтрашний день. Какой смысл усердно работать в течение 50 лет, игнорируя все удовольствия, чтобы просто умереть перед пенсией? И, допустим, допустим, вы доживете до пенсии. Но печальная реальность такова, что каждый четвертый человек к 60 годам становится инвалидом, и чем старше вы становитесь, тем больше шансов, что это произойдет. Зная все это, неужели глупо звучит идея о том, что нам всем лучше просто наслаждаться теми удовольствиями, которые мы имеем в настоящем? Сократ и другие философы того времени, безусловно, так и считали. Многие философы ненавидели идею гедонизма, потому что само утверждение, что конечная цель всего человеческого существования это просто стремление к удовольствию и избегание боли, звучало просто тщетно. Эта оппозиция в сочетании с распространением христианства в Древней Греции в то время означала, что эта чрезвычайно поспешная идея гедонизма умрет вместе с арестипом. Много лет спустя Эпикур, который считается отцом современного гедонизма, заново определил, что такое гедонизм. И чтобы сделать это, ему пришлось начать с переопределения одного слова – удовольствие. Для арестипа удовольствие было состоянием экстаза и возбуждения. Это то удивительное чувство, которое испытываешь после того, как, например, откусишь кусочек любимой еды или после первого глотка утреннего кофе. И многие из нас именно так и определяют удовольствие. Но не Эпикур. Для Эпикура удовольствие было состоянием спокойствия. Вместо того, чтобы призывать людей предаваться постоянному веселью и удовлетворению, Эпикур считал, что истинный смысл удовольствия заключается в том, чтобы убить страх смерти и Бога, потому что только тогда вы сможете в полной мере насладиться тем, что предлагает эта жизнь. В то время как арестип просто призывал людей стремиться к удовольствиям, Эпикур считал, что люди делают все, чтобы получить удовольствие и поглотить боль. Он не поощрял этого, потому что, по его словам, это все равно наше естественное состояние. Чтобы защитить свою точку зрения, Эпикур просит посмотреть на то, как младенцы воспринимают окружающий мир. Они еще просто не понимают, как он устроен, но все равно понимают две вещи. Когда что-то кажется хорошим и когда что-то кажется плохим. Когда что-то кажется хорошим, ребенок радуется и счастлив. Когда что-то плохо, ребенок плачет, потому что хочет, чтобы боль прекратилась и хочет вернуться в спокойное состояние. И я уверен, что сейчас вы задаетесь вопросом. Если мы преследуем только удовольствие, то как насчет бескорыстных поступков? Поступки, которые совершаются только потому, что они добродетельны или цены для других людей, а не для нас самих. Как мы можем описать их? Ну, с точки зрения гедонизма, это делается просто потому, что такие поступки заставляют людей чувствовать себя героями, что в конечном итоге обрабатывается вашим мозгом как приятное чувство. Так что в основе своей это все то же удовольствие, за которым гонятся все люди. Согласно гедонизму, есть два вида удовольствия. Движущееся и статичное. Движущееся удовольствие, это когда вы находитесь в процессе удовлетворения желания. Когда вы голодны, вы едите. Когда хотите пить, пьете. Когда вам нужен перерыв, вы отдыхаете. В свою очередь, статическое удовольствие, это спокойствие, которое вы испытываете после удовлетворения своих потребностей. В этот момент адреналин уже не течет по вашим венам, и вы испытываете сладкое чувство удовлетворения. В этот момент вы испытываете чувство спокойствия, и продолжаете испытывать его до тех пор, пока оно, к сожалению, не сменится болью. Потому что, согласно Эпикуру, между ними нет промежутка. Отсутствие боли, это уже удовольствие, и наоборот. Но, даже при таком, более скромном способе объяснения гедонизма, многие люди все равно не согласны с этой идеей и даже осуждают ее. И вот почему. Многих просто не устраивает идея о том, что удовольствие является единственным источником внутренней ценности. Задумайтесь об этом на секундочку. Если удовольствие – это единственная внутренняя ценность, то что тогда делать с такими вещами, как поиск смысла жизни, достижение великих целей, создание и поддержание длительных отношений, наработка авторитета в определенной области и так далее, и так далее, и так далее. Гедонисты могут возразить, что все эти вещи сами по себе не имеют никакой ценности и что они ценны только потому, что мы получаем от них удовольствие. Но такие вещи, как, например, соблюдение религиозных убеждений, не всегда приносят удовольствие. На самом деле, в большинстве случаев это даже ограничивает получение удовольствия, но все же дает людям чувство удовлетворения, что для них лучше, чем удовольствие, от которого они отказываются. Если целью человеческого существования является только собственное удовольствие, то люди, получающие выгоды от того плохого, что происходит в нашем обществе, никогда не будут бороться против этого. Люди никогда не будут бороться за общее благо, если это может негативно сказаться на них самих. Однако, каждый день мы видим, как люди отбрасывают свои желания в сторону, чтобы помочь другим. Людей отлучают от семьи, отвергают те, кого они любят, просто потому, что они решили высказаться и бороться за то, что правильно, даже если эти вопросы не касаются их напрямую. Если бы мы все гнались за своим удовольствием, то этого никогда бы не случилось. Мы были бы слишком заняты, наслаждаясь нашим разрушенным обществом, потому что оно приносит пользу нам, и мы бы не беспокоились о попытках изменить его для кого-то другого. Еще один огромный камень преткновения, с которым сталкиваются гедонисты, когда пытаются аргументировать свои убеждения, это ценность реальности. Если удовольствие является конечной целью, то тогда должно быть неважно, является ли это удовольствие реальным или воображаемым, верно? Если мы говорим, что люди всегда по своей природе стремятся к тому, что доставляет удовольствие, то если есть возможность получить неограниченное удовольствие, они никогда не должны выбирать ничего другого. Так ведь? Чтобы ответить на эти вопросы, был проведен мысленный эксперимент. Предоставив людям два варианта, их попросили выбирать между жизнью в машине, дающей удовольствие, и тем, чтобы жить в текущей реальности с болью, которая существует в нашем мире. И люди всегда выбирали эту реальность, потому что, в конце концов, жить нереальной жизнью – это бессмысленно и бесполезно. И даже имея возможность получить самое большое удовольствие в мире, люди предпочтут боль, которая реальна, чтобы это не значило. Как я уже говорил ранее, лучшие воспоминания – это те, которые вы вспоминаете и с удовольствием, и с болью. Через 20 лет после отъезда из дома, Аврам Линкольн вернулся и увидел, что все вокруг разрушено. Глядя на это, со слезами на глазах он сказал, «Дом моего детства я вижу снова и опечален его видом. И все же, пока память затуманивает мой мозг, в нем есть и удовольствие». Это прекрасное сочетание удовольствия и боли – то, что гедонистический взгляд на мир просто не учитывает. Когда вы заканчиваете школу, вы с нетерпением ждете приключений, которые ждут вас в универе. Вы покинете свой дом, возможно, впервые, и, наконец-то, останетесь одни. Вы сможете наслаждаться тем, что предлагает этот мир. Это чувство приятно, не спорю. Но это чувство также болезненно. Вы будете скучать по школьным друзьям и простоте детства. Вы будете скучать по родителям, братьям, сестрам, по обществу, в котором вы выросли. И хотя эти болезненные мысли затуманят ваш мозг, в них будет и удовольствие. В современном обществе гедонизм не одобряется, потому что он открывает дверь в ловушку. Удовольствие – это неутолимое желание. Если вы проголодаетесь и набьете живот, то пройдет всего несколько часов, и вы будете искать, чтобы еще перекусить. Это бесконечная погоня. Поэтому, если удовольствие становится причиной всего вашего существования, то его будет просто сложно контролировать. Именно так большинство людей и становятся зависимыми. Все начинается с мимолетного удовольствия, и не успеешь оглянуться, как все это превратится в неутолимую и неконтролируемую жажду. Это ловушка, из которой очень трудно выбраться. Многие люди застревают в ней до конца своих дней. Однако, это не значит, что мы не можем ничему научиться у гедонистов. Ведь, как бы нам не хотелось об этом думать, но завтрашний день никому не гарантирован. Поэтому мы можем сделать лучшее из сегодняшнего дня. Такие вещи, как осознанное решение наслаждаться маленькими повседневными радостями, могут помочь нам вести более счастливую жизнь. Если у вас сломалась машина, и вам приходится идти пешком, то по возможности постарайтесь не торопиться и наслаждаться этим путешествием. Гуляйте с другом, шутите с ним и всегда расставайтесь на хорошей ноте. Хотите выпить чашечку кофе? Отправляйтесь в свою любимую кофейню и закажите свой любимый кофе. Вы его заслужили. Не нужно ждать, пока вы выйдете на пенсию, чтобы начать пожинать плоды своего труда. Возьмите, наконец, отпуск. Повышение по службе может подождать. Посидите с друзьями лишний час, пропустив час учебы. Вы не умрете. Потому что, даже если поиск удовольствий не является конечной целью человеческого существования, это, безусловно, достойное занятие. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вы получили удовольствие от этого ролика. И спасибо Ру и Роману Геллингену, а также всем тем зрителям, которые поддерживают меня материально на бусте или спонсоре. За небольшую ежемесячную плату вы получаете ранний доступ и другие бонусы. Буду благодарен каждому из вас за поддержку. И еще раз спасибо всем вам за ваши просмотры, лайки, комментарии и репосты. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok